Не хватило асфальта. Жители улицы Сарсекова пожаловались на подрядчиков, которые отказались бесплатно приводить в порядок разрушенный проезд после газификации. Как так вышло и кто за что отвечает, выясняла Ирина Вобещевич. Все здесь сломали, все трактором, все это перекопали. Мы были вообще против этого газа, потому что у нас центральное отопление. Но они все-таки решили, кто хотите, можете подключаться, сказали. И все вот это вот назад закопали, оставили. Здесь невозможно было ходить, грязь и машина колесами утопала. Потому вот сосед за свои деньги принес вот эти камни, вот сюда положил. Раньше тут была забетонированная поверхность, утверждают жители улицы Сарсекова. Но перешей к узке, техника кое-как умудрялась производить работу, разрушив покрытие. В межсезонье пройти было невозможно. Люди буквально лезли по заборам. Делятся они. Но не молчали, писали в инстанции, вызывали ответственных. Приходил представитель Акимата, он посмотрел, мы вам, говорит, от брусчатки все вот так сделаем. Вот жаль, что не записала фамилию, надо было его телефон, чтобы потом он подтвердил. Я по этим камням не могу, у меня одна нога аппаратизирована, а другая еще его не делала. Вчера дорогу заасфальтировали, но клочок небольшой оставили. Люди умоляли доделать, но подрядчики заломили большую сумму. Я к ним подходила, даже вот в связях просила. Ну здесь маленький вот участок, они замерили, говорит, 47 квадратов. И вот мужчина подходил, сосед, они сказали 500 тысяч. Я говорю, такой цены нету. Вы же сюда не тот, я знаю, что туда асфальт, он дороже на дорогу. Завезен даже был вот этот материал, который мы выравнивали своими силами и финансовыми, и так. И просто действительно какое-то издевательство получается. Невозможно было вообще пройти и выйти из дома. Вот таких денег у нас возможности пока что нету. 500 тысяч как бы не валяется на дороге. И рядом с дорогой нету таких денег. Буквально в нашем дворе вот здесь вот было бы чуть-чуть бы добить просто асфальт, которые просто не доделали. И большая просьба обратить на это внимание и в нашем дворе все-таки распорядиться и сделать так, чтобы асфальт поклали, который прослужит нам долго. Подрядчик имеет право осуществлять коммерческую деятельность, но все, что касается государственных обязательств, строго регламентировано. Во время газификации нарушено было асфальтное покрытие. Через подрядчика мы исполнили. А все, что было насыпное, это уже население само подготовило. То есть в соответствии с тем моментом, что по проекту мы исполнили. Иными словами, асфальта тут не было, а следовательно и восстанавливать нечего. Ирина Вобещевич, Зулхарна, Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.